Доброго времени суток дорогие друзья, сегодня мы в очередной раз поговорим о системе Harmony OS от Huawei А именно затронем такие аспекты, как же работает эта операционная система на данный момент Китайский технологический гигант уже 2 июня представил свою операционную систему Harmony OS 2.0 И как ранее он заявлял, что в течение двух лет это позволит ему полностью отказаться от сервисов Google А также отказаться от устройств, которые выпускаются на базе Android Да, многие пророчили провал Huawei, мол, китайцы не смогут довести свою операционную систему до ума И не факт, что она выйдет, и постоянно выход Harmony OS откладывался, и неясно было конкретно, с чем мы будем иметь дело Но сейчас голоса скептиков немножечко поутихли Harmony демонстрирует впечатляющую скорость включения устройства, запуск приложений, удержание софта в оперативной памяти и общей отзывчивости интерфейса В Китае, где эта операционная система была доступна раньше остальных, специалисты бенчмарка Master Lu признали ее самой плавной Даже плавнее, чем iOS 14 Довольно важна в наше время совместимость с приложениями Android Поскольку это немножечко другая операционная система, но основана на базе Android Совместимость приложений Android сделать не так уж и трудно Да, потому что считается, что Harmony OS это всего лишь своеобразный форк Или, если говорить русским языком, то ответвление От гугловской OS Имеется в виду от Android Но в принципе в Huawei никогда не скрывали, что они разрабатывали свои OS, исходя из открытого кода Android Который когда-то был основан от открытого кода Linux Но зато они значительно перестроили и улучшили базу Как бы то ни было, устройства с Harmony OS отлично понимают сторонний софт Имея в виду, который предназначен для Android устройств То есть установить АПКшку вам не составит труда Есть правда ограничения Google сервисы полноценно работать не будут Например, некоторые игры до сих пор используют сохранение при помощи Google Play И как правило в устройствах Huawei это и без Harmony OS невозможно Имею в виду пользоваться Google Play Хотя есть своеобразный костыль В компании считают основным способом распространения ПО Это их собственный магазин приложений AppGallery Который, если честно, в Европе у нас работает не очень хорошо В том плане, что скудный выбор Особенно если вы ищете какое-нибудь региональное приложение Интерфейс Harmony OS до более знаком поклонникам Huawei Дизайнерских аналогий с оболочкой MUI действительно много Но и отличий и нововведений при этом хватает Например, док-бар, связанный с многозадачностью Можно выводить несколько окон, а переключение между приложениями практически моментальное Наконец-то значительно обновили Huawei Share Теперь он работает еще гораздо лучше и быстрее Подключается к устройствам гораздо быстрее И если ваше устройство находится поблизости И у него включен, допустим, NFC Он будет подключаться, то есть делать запрос на ваше устройство Если вы уже когда-либо подключались к вашему компьютеру, допустим Резюмирую Компания Huawei не зря столько лет шлифовала свою операционную систему Поскольку релизная Harmony OS стабильная и быстрая И вполне способна конкурировать с iOS и Android И сходство с последней даже на руку Плавный переход, как правило, избавит пользователей от дискомфорта Этому способствует также и установка сторонних приложений То есть АПКшек, таких как на Android, на Harmony OS И главный вопрос, сможет ли Huawei создать полноценную экосистему Убедив производителей умной техники, что у Harmony OS есть преимущество перед Google Доминирующие уже на рынке второй десяток лет Это было все на сегодня Если что-то не упомянул, пиши, как всегда, в комментариях И раз ты уже туда полез, не забудь прожать кнопку подписаться Можешь жмякнуть на колокол и поставить лайкосик за старание Ну а с тобой был Дядя Бен, желаю тебе всего хорошего и до свидания Субтитры сделал DimaTorzok